Норвегия Гренбург возил он эту команду на Кубок Мира в Канаду, там шведы неожиданно уступили в полуфинале сборной Европы. Субтитры создавал DimaTorzok 18-й, 58-й Антон Ландер, 67-й Линус Умарк, защитники Микаэль Викстрант и Юхан Франсон. 5-й и 8-й номера соответственно. Эту встречу судят два российских арбитра, главный Роман Гоффман вместе с ним, с оранжевыми повязками Тобиа Сверли, ну и Глеб Уазарев, один из двух линейных судей, рядом с ним, ну можно сказать по диагонали, Джадсон Риттер на другой свинелении. Шведы сразу же пошли в атаку, шведы сразу же создали хороший момент у ворот соперника. Смена у шведов 29-й Эрик Густав, 41-й Йонас Аннелев, защитники нападающие 10-й Йоким Люизовстрем и 17-й Пер Линхольм. 45-й номер у Оскара Мюллера. У сборной Норвегии второе звено Александр Бон Саксон, 47-й номер 90-й Даниэль Сёрвик, защитники нападающие 20-й Андрес Бастианссон, 51-й Батс Росали Ольсен и 61-й Александр Райшенберг. Шведы опять приехали в гости к норвежцам, получится расставиться или нет, но пока идет борьба за шайбу. Кому она достанется? Достается шведам. 19-й Патрик Закрисон, 22-й Александр Бергстрем и 37-й Йон Норман. Четвертое звено сейчас побывало на площадке и шведской команды, но вот так он выпускает свои сочетания. На лед главный тренер Рикард Грюнберг, то есть сначала на лед вышло номинально третье звено, потом засветилось первое, но и вот сейчас уже побывало третье, четвертое сочетание на площадке. Шведы вновь в атаке, это уже второе звено, 12-й Фредрик Петерсон, 20-й Жуэль Лунквис и 22-й Дик Аксельсен. Вторая пара защитников Стефан Кронбулл, четвертый и 15-й Симон Бертинсен. Патрик Херсли, как седьмой защитник у шведов и есть еще Виктор Стольберг, еще один нападающий. У норвежцев третья пара обороны, четвертый Йоханнесен, 42-й Эдегор, нападающий, 8-й Третенен, 21-й Стефан Торосен и 26-й Кристиан Фордом. Стефан Торосен, младший сын главного тренера команды Петера Торосена, ну и, соответственно, младший брат Патрика Торосена, одного из лидеров норвежской команды. Сразу же приходит в зону, потерял шайбу Харлинхольм, Стефан Кронбулл. Такое немного сумбурное начало, но в этом сумбуре все равно предпочтительнее смотрятся шведские хоккеисты. Вероятно, сделали они ставку на начало, хочется забить побыстрее. Но вот российская команда накануне сумела забить очень быструю шайбу. К пятой минуте россияне уже вели со счетом 2-0. Что в итоге получилось, все вы прекрасно знаете. Петерсон угрожал воротам Ларса Хаугена, набросал он здесь в падении. Хауген занял верную позицию, шайбу сразу зафиксировать не смог. И поэтому на добивании получил шанс Дик Аксис. Вот он Патрик Херсли, один из самых успешных хоккеистов КХЛ по результативности. Передовой защитник Эдегор. Передача на ближнего. Было касание, показывает линейный. Опять, да, звено Закрисона на площадке. Закрисон. Бергстрем и Стольберг. Вот он, нападающий Сибири. Фредерик Петерсон играл назад. Многие удивились непопаданию в состав другого Петерсона, Андре. Который играет в КХЛ за авангард, но у него была травма. Может быть, это и стало основной причиной не вызова этого хоккеистов в сборную Грюнбурга. У шведов и так очень хороший выбор из хоккеистов, выступающих в Европе. Эрик Густавсан. Вот такая вот первая затяжная шведская позиционная атака получается. Но вот вроде бы они в зоне много времени проводят, но ни один из хоккеистов в желтой форме, владеющий Шайбы, не имеет много времени на принятие решения. Постоянно под давлением оказываются шведцы. Поэтому и приходится от Шайбы быстро избавляться. Если ты не успеваешь этого сделать, то ты попадаешь. Опеку норвежцев Умарк прокатился вдоль синей линии. Теперь Умарк уже слева. Вот он как раз в состоянии выстроить команду в зоне. Он и выдержал паузу. Норвежцы даже мило не выдвигаются. Умарк делает передачу. И Перлинхольм открывает счет. Ну что, можем констатировать, что шведам все-таки удался быстрый гол. Ну, да, уже пошла шестая минута. Ну, вот это давление принесло все-таки результат. Поздравляем Линхольма. Нападающий Шелефту играет дома. Ну, а Линус Умарк известно, где играет. Вот посмотрите, какая роскошная передача. И норвежцы явно не ожидали чего-то подобного от Линуса Умарка. А ведь Линхольм только-только вышел со скамейки запасных. Вышел, предложил себя, получил шайбу и тут же бросил. Как подвернул кисть Линуса Умарка. Великолепный игрок. Оскар Мюллер также отметился результативной передачей. Он где-то там успел коснуться шайбы. Но все для своего партнера, безусловно, и сделал Умарк. 1-0. Впереди шведы в этом скандинавском противостоянии. Братья Улимбы. У норвежцев на площадке с Патриком Торресеном. Улимбы играют вместе не только за сборную, но и за одну команду. Кстати, играют они в шведском чемпионате. Выступает за Линчопин. Яким Линстрём. Ещё один игрок Шелефтово. Мюллер. И тоже Шелефтово. Тут вся тройка составлена из игроков этого шведского клуба. Норвежцев пока в атаке мы с вами толком и не видели. Милтон Франсен. Сильно шайки отправляет по борту. Ну, и вот такой вот выход в атаку. Атрек Рунорм. Жёстко сыграно против Умарка. Эдегор постарался. Казалось бы, да, уже шаг переходит к норвежцам, но неудачная обработка. И всё продолжилось. Какое давление шведы оказывают. Ни о каком откате они даже и не помышляют. Но они, возможно, и отойдут на тот момент, когда их откликнутся скамейки запасных для того, чтобы провести смену. Но видели, как это всё происходило? Один игрок продолжал наседать на двух защитников, два других поехали на смену. И вот этот единственный игрок успел затормозить развитие возможной норвежской атаки. Ну вот так вот играют шведы. Не давая поднять головы норвежцы. Тотальное преимущество у трёх корон. Игровое. Но, правда, нельзя сказать, что у норвежцев очень много моментов для взятия ворот. Два момента было. И один из этих моментов был реализован Хэром Линхольма. Дик Аксельсан. Норвеж, по-моему, сами не поняли, как это ему удалось так близко подъехать к воротам Виктора Фаста. Витя пока скучает. А вот у Ларса Хаугена периодически ворота, работа появляется. И опять бросал Фредрик Петерсон. Активен этот нападающий. 1-0. Швеция выигрывает и Норвегию. Шведы и норвежцы матчем друг против друга начинают Олимпийский турнир в Хёнчхане. Сборная Швеции выигрывает 1-0 после точного броска Пера Линхольма. Ну и громадное преимущество у шведов по броскам. Шведы шесть раз потревожили Ларса Хаугена. А вот Виктор Фаст в игру и вовсе еще не вступал. То есть игра проходит исключительно в зоне норвежской. Команды шведы сделали ставку на активное начало. Им удалось запереть норвежцев возле своих ворот. Ну и самое главное, что шведы сумели вот это вот преимущество материализовать. Но посмотрим, как дальше игра будет складываться. Ну, шведы безоговорочные фавориты этого матча. Шведы одни из фаворитов всего Олимпийского турнира. Но скажем, что после групповой стадии ни одна из команд не завершает выступление на турнире. Четыре лучшие команды попадают напрямую в четвертьфинал. А остальные сыграют в одной восьмой финал. Еще четыре команды присоединятся к четвертьфиналистам, которые получат на один день отдыха больше. Линнхольм. Францан. Длинная передача. Она получается без адреса. Вот так вот неожиданно ошиблись шведы. Не разобрались. Францан долго думал, кому бы сделать передачу. Но вот в итоге выбрал партнера, а тот уехал на смену. Петр Торресон возглавляет сборную Норвегии. Вот этот специалист. Отец Патрика и Стефана Торресонов, который есть в этой заявке. Патрик в первом звене, а Стефан в третьем. Перед домашней олимпийской квалификацией этот специалист возглавил сборную Норвегии. А так долгое время работал в одном клубе. Ставангер с 2009 по 2016 год приводил эту команду к званию чемпиона Норвегии. Причем не раз. Обыгрывая в финалах в основном команду, за которую сам же Петр Торресон выступал как игрок. Сторхарм. Кстати, вот этот вот коллектив успел потренировать Александр Смирнов. Нынешний помощник Зинтулы Беллидинов. Расставляются вновь шведы. Эверберг бьется на чужом пятачке. Но это его хлеб с маслом. Эверберг не самый результативный хоккеист. Но опять же скажем, что у него свои функции на площадке. Он с этими функциями справляется неплохо. Эверберг был на чемпионате мира. И примерил на себя золотую медаль после финальной игры со сборной Канады. Вот хоккеисты четвертого звена у норвежцев были на площадке. Здесь Роймарк, Ройестад, Кристенсен. Немноголюдно на трибунах Швеция-Норвегия. Первый матч для этих сборных на Олимпийском хоккейном турнире. Мужчины накануне взяли старт. Женские соревнования в хоккее начались 10 февраля. Женская российская команда провела два матча. Ну, в обеих встречах в россиянке уступили. Причем с одинаковым счетом. Сначала канадкам проиграли 0-5, ну а затем уже американкам. Сегодня в россиянке проведут матч против сборной Финляндии. Но опять же никакой трагедии не произошло. Можно проиграть все три матча, но при этом квалифицироваться в четвертьфинал. Вот в этой группе А команды, занимающие первые два места, попадают в полуфинал напрямую. Но вот остальные играют в четвертьфиналы. Удаление в матче. И зафиксировал нарушение Роман Гоффман. Причем удаляется хоккеист, похоже, норвежской команды за задержку клюшки соперника. Матис Мерстебо присаживается. Давайте смотреть, где были правила нарушены. А вот где неправильно Нерстебо атаковал Фредерика Петерсон. Посмотрим за большинством шведской команды. Российская сборная в матче со Словакиями неудачно разыгрывала лишнего. Вообще-то уже тема набила оскомину. А вот что предложат шведы. Налегко они в зону входят. Линстрем. Кронвал. Линстрем. Два хоккеиста под воротами. Сейчас они меняются позициями. Теперь уже два игрока за лицевой. Кронвал. Не стал переводить шайбу на другой фланг. Боялся потерять ее. А это мощный бросок. Юакима Линстрем. Причем жахнул так, что там аж амуниция у Ларса Хаугена зазвенела. Ну и вот тут уже атака с ходу шведам удается во время большинства. Потому что норвежцы решили сбегать в контратаку. Нападающие шайбу потеряли. И вовремя не успели вернуться. На помощь своим защитникам. 53 секунды остается на розыгрыш большинства у шведов. Прижимаются к воротам норвежцы. Синюю линию целиком отдают на откуп. Трек руно норвежцы. Линстрем своего попал. Тяжело было вернуться. Линхульман. От этого броска Линстрема. И еще одна попытка. Ну вот в основном десятый номер шведов Юаким Линстрем угрожал воротам Хаугена за время этого большинства. Викстранд. Вот такой показ предлагает режиссер трансляции у Марк. Вот у этого сочетания совсем времени не осталось на большинство. Но это не значит, что вот эта пятерка ничего не сможет создать. Ведь здесь вышел Умар. Здесь же был и Патрик Закрисов. Пусть кисты из разных звеньев были собраны вместе. Францан. Не видел Франца, что у него происходит за спиной. Поэтому так вот сильно по борту он шайбу запустил. Но главное он шайбу вывел из зоны. Это бросок Матиса Улемба. Незаметно и первое норвежское звено. Здесь собраны лидеры. Хоккеисты опытные, которые имеют за спиной и немало чемпионатов мира. И также они имеют опыт выступления на Олимпийских играх. Чего не скажешь про большинство игроков этой шведской команды. Потому что, еще раз скажу, впервые с 94-го года на Олимпийском турнире не участвуют какие-то национальные хоккейные лиги. В Сочи был один игрок из шведского чемпионата. У Трекрунор, но его и здесь нет. Это Джимми Эриксон. Помните, он за СКА играл, выиграл Кубок Гагарина. Так. Нарушение численного состава у норвежцев. Плохо менялись. У шведов второе к ряду большинство. Немного занервничал. Петр Торресен. Викстранд. Петерсен, Викстранд. Дальше Умарк. Дальше Умарк. Хорошо, как перевели шведы шайбу с одного края на другой. Так на вершинке располагался Викстранд. Вот такой игрок, разбрасывающий шайбы по сторонам. Ну а режиссер-постановщик этого большинства, безусловно, Линус Умарк. Он много будет шайбой владеть, и он будет решать, как с ней распоряжаться. Да, вот обидное удаление для сборной Норвегии. Ну вот мы только что с вами увидели младшего Торресена, Стефана. Он и поехал отбывать скамеечный штраф. Не просто кого-то из игроков своей сборной отправил на лавку Петер Торресен. Он отправил своего младшего сына. Викстранд. Умарк откатился. Да, вот он шайбы углы отдают норвежцы. Но зато уплотняют они участок перед воротами. Шведы попытались сыграть активно. Играли они до конца этот эпизод. Там судьи руки подняли вверх. Последует удаление. Сейчас разберемся, кого и за что выгоняют арбитры. Александр Бергстрем клюшку выронил. Давайте смотреть. Умарк, головы не опуская вниз, делает передачу. Тончайшую передачу на Бергстрема. Ну вот видите, там, кстати, довольно жестко обошлись с Бергстремом на своем пятачке норвежцы. Да, Бергстрем шел до конца. Он вот так вот подъехал к нему сзади Бонн Саксон. И толкнул спину Бергстрему. За это и поехал на две минуты. У шведов двойное большинство в течение полутора минут. Отличный шанс увеличить преимущество в счете. Но норвежцы сами помогают шведам. Шведы, в общем-то, в этой помощи-то особо и не нуждаются. Сначала удаление за нарушение численного состава. Здесь тоже абсолютно глупейшие две минуты. Тут и третьего игрока могли сейчас повезти на лавку судей, но там касание клюшки шведского хоккеиста случилось. Йонас Холлес. Наш старый приятель играл за Ярославский локомотив. Давайте смотреть. Вот так. Задела шайбу. Задела шайба клюшку Закресену. Шесть минут пятнадцать секунд до перерыва. Норвегия-Швеция 0-1. Умарк. Вот такой перевод. Закресен. Умарк. Бергстрим там мечется из стороны в сторону. А Умарк подключает к атаке защитника. И тот от души бросает. Ларс Хауген на месте. Это даже не защитник. Это Фредерик Петерсон, который располагался на позиции игрока обороны. Но он как быстро рванул. Выдел это пространство и нанес мощнейший бросок. Прямо в грудь Ларсу Хауген. Хороший вратарь. Он обратил на себя внимание еще на чемпионате мира 2008 года. Памятным для российской сборной. Где спустя 15 лет россияне выиграли золотые медали. Тогда норвежцы смогли преодолеть групповую стадию. Вышли в четвертьфинал. Там встретились с канадцами. И там немалые трудности они создали кленовым листям. В воротах был Ларс Хауген. Керсен. Кронуал замахнулся, но не бросил. Потому что перед ним был соперник. Кронуал поехал на пятачок. Но вот смотрите, как перемещаются по зоне шведы. Демонстрируя отличное взаимодействие. Защитники не привязываются к синей линии. Если надо, идут напрямую к воротам. Утаскивая за собой противника. Но тем самым освобождая зону для кого-то из партнеров. Фаст. Соотношение бросков один из один в пользу сборной Швеции. Но норвежцы еще должны быть довольны. Что пропустили только одну шайбу с учетом длительного большинства в формате 5 на 3. Бергстрем. Умарк сзади катил, но в борьбу не пошел. Был уверен в том, что вот это единоборство выиграют Бергстрем и Закрессон. Так и получилось. Бергстрем, Закрессон. Пока шведская кисть со спиной к воротам находится. Умарк в полном составе норвежцы. Шведы продолжают атаковать. Петерсон. Перевод не прошел. Фаст. Но ему тоже хочется поиграть. Юный болельщик сборной Швеции. Самоотверженно играли норвежцы. Вот так блокировал бросок Оскара Мюллера Россли Ольсона. Отважный парень. Оскар Мюллер вернулся в Швецию. В родной для себя клуб, с которым выигрывал домашний чемпионат. Но мы его помним и по играм в КХЛ за Казанский Акбар. Вот такого настоящего лидера не вырос в Казанском клубе Мюллер. Вместе с Жасиным и Зеведа они пришли в Акбар. Но вот и Зеведа продолжает выступать за Казанский клуб. Кстати, а Зеведа не позвали на Олимпийский турнир. Философски отнесся к тому, что не позвали на Олимпийские игры Джастин и Зеведа. Но посмотрим, что получится у канадцев. Без вот этого вот яркого хоккейства. Безусловно, помог. Не знаю, может быть, на то, что не включил его в заявку Дежарден, повлияла недавняя травма Джастина и Зеведа. Но он оправился. И сейчас в неплохой форме находится. А вот Ландер приехал. И Ландер делает счет 2-0. Ландера позвали. И Ландер забивает. Ну еще бы не вызвал его в команду Грюнберг. Он же не враг себе. Тяжело было Хаугену. С первым броском он справился. Но вот на добивание он же был бессилен. А прорывался Эверберг. Он сделал момент для партнера. Но вот здесь вот Эверберг вообще оказался за спиной Хаугена. Подтолкнул его на ворота. Защитник норвежцев Сервик. Шайба заскакала. Ну и вообще она вошла в ворота. После броска Ландера. Но перед этим шайба попала в конек. Сервику. Небольшое совещание от судей. Наверное обсуждают момент с нахождения в площади ворот Эверберга. Но мы видели, как он там оказался. Его туда затолкали. Антон Ландер. Был капитаном молодежной сборной Швеции на чемпионате мира в Баффл в 2011 году, когда российская молодежка выиграла последние свои золотые медали. Ведь со шведами сыграли дважды тогда. В группе проиграли. В полуфинальной игре победили по буллитам. Ландер свою попытку не реализовал. Поиграл в НХЛ Ландер. Но закрепиться там ему не удалось. Приехал в Россию. Отличного хоккеиста получил Белли Ледина. И он забил свой первый гол на Олимпийских играх. Поздравляем. 2-0. Швеция. Шведы наращивают не только свое игровое преимущество, но и преимущество в чате. Норвежцы пока не готовы к предложенному темпу шведской команды. Элегантная передача от Ландера. Себе за спину. Там зачатник Бертельсон эту атаку поддерживал. А все начиналось с Денниса Эверберга. Эдегор. Здорово претингуют шведы. А у норвежцев совсем не клеится игра в атаке. А все потому, что они из обороны. Не могут выйти. Они не знают, как справляться со шведским натиском. Ну вот здесь неаккуратно сыграл Оскар Мюллер. Первое удаление на турнире у шведов. Ну и первое большинство норвежцев. Посмотрим за ним. Ну тут Нерст оборвался к шайбе и его срубил Мюллер. Очевидная подножка. Убрали с точки Матиса Уллимба. Его там подменил Патрик Торреса. Ну вот шведы и в меньшинстве не прочь атаку провести. Бросает Эверберг в дальний угол. Он сначала посмотрел, где там партнер находится. Ну партнеру тяжело получать его перевести. Это же Эль Лунквист, капитан шведов. Родной брат Энрика Лунквиста. Брат-близнец. Матис Уллим. Перевод на Патрика Торресона. Матис Уллим. Дальше Кен Андре Уллим. Здорово двигаются шведы. Не получают должного пространства норвежцы. Суетятся, шайбу теряют. Не дают им покоя шведы, даже во время розыгрыша большинства. Матис Уллим с большущим трудом затащил шайбу в зону соперника. Ну а шведы вскоре ее выбросили. Доминируют шведы. Да, тяжело будет вот такую вот игру переломить норвежцам. Еще и потеря в своей зоне ее Норман. Он пускает его в меньшинстве. Гренбарк. Вот так вот Рикард Гренбарк прошел путь от главного тренера молодежной команды до главного тренера национальной сборной. И с ней он уже успел добиться серьезного успеха. Полминуты до перерыва. Норвежцы еще и пробросятся. Умудрились, так что шайба сейчас приедет к воротам Ларса Хаугена. Так, что у нас там по броскам? 14-1 в пользу шведов. Это что там? За агент 007. Позади Рикарда Гренбарга, человек в очках. Сервик. Йоханнесен. И силовой прием от господина Линдстрима. Во всех компонентах игры в первом периоде шведы превзошли норвежцев. Логично, что именно трек Рунур выигрывает. Со счетом 2-0 на шестой минуте Перлинхольм. 1-0 на семнадцатой минуте Антон Ландер. 2-0. Вот он, автор первой шведской шайбы на этом турнире. Команды на отдых. Мы тоже. А мы возвращаемся. Второй период матча между сборными Норвегии и Швецией на олимпийском хоккейном турнире среди мужчин в Южной Корее. Начнется совсем скоро, после стартовой 20-минутки шведы уверенно переигрывают своего соперника. И по игре, и по счету. 2-0. В общем-то, двух шайб вполне себе хватило шведам для того, чтобы уверенно выходить на второй период. Перлинхольм и Антон Ландер. Те люди, которые сумели забить. У норвежцев большие проблемы. У норвежцев большие проблемы с игрой в атаке. Ну, а все это идет от шведской команды, которая доминирует и которая ничего не позволяет создать своему сопернику. Лишь один бросок. За время стартовой 20-минутки норвежцы сумели нанести по чужим воротам. Ну, этого крайне мало для того, чтобы рассчитывать для себя на более или менее приемлемый результат. Ну, посмотрим, как будет протекать второй период. Вот норвежцы не пропустили в меньшинстве, хотя у шведов было два большинства. Однажды они разыгрывали его в формате 5 на 3. Ну, ни в формате 5 на 4, ни в формате 5 на 3 они забить не смогли. У шведов тоже под занавес периода случилось удаление. Оскар Мюллер поехал на скамейку оштрафованных за подножку. Ну, норвежцы там не то что не забили, они даже и в зоне толком расположиться не смогли. Так что в таком энергосберегающем режиме прошел первый период для галкипера шведской команды Виктора Фаста. Лишь один бросок, еще раз скажу, он отразил. 14 бросков нанесли шведы за первый период. Два из этих 14 бросков они реализовали. Итак, тройка Матиса Улимба. Начинает второй период у норвежцев. У шведов звено Антона Ландер. Ну, вот эти вот сочетания начинали эту игру. Холиус! Норстобо! Фаст покидает ворота, останавливает шайбу и помогает Анна Леу с ней встретиться. У Марк есть поддержка от Эверберга. Жестко сыграли здесь против Кена Андреа Улимба. Это Патрик Торресон. Он тоже был в тени в первом периоде. А вот, пожалуйста, второй бросок норвежцев в матч. Виктор Фаст. Галкипер Векша. Ну, а это защитник Симон Бертельсон, который применил силовой прием против Кена Андреа Улимба. Ну, и он же самым непосредственным образом поучаствовал во втором шведском голе. Он бросал после скрытой передачи Антона Ландера. Ну, вот после этого броска Бертельсона Ландер поехал на пятачок и шайбу добавил. Уже кое-что в исполнении норвежцев. Ничего подобного в первом периоде мы не видели. Активно. Викинги решили сыграть в начале второго периода. Виктор Анд уверенно сыграл у борта. Пауза. Пауза. Активно. Пауза. 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 Густавсон. Закриссон. Ну, посмотрите. Затрещали борта. И теперь уже прессуют норвежцы шведов. Адалев. На сегодня линия на оброс. Хауген. Фаст. Норвежский голдкипер, так же как и сегодняшний вратарь шведов, играет в СХЛ в Швеции. Клуб Феррестад из Карлстада он представляет. Ну, и вот режиссер этой трансляции обратил внимание на то, как жестко друг против друга действуют соперники. Вот Виктор Стольберг. Рад был стараться. Рослая команда у шведов, рослая команда у норвежцев. Да, есть и миниатюрные хоккеисты, но зато эти хоккеисты очень хороши в игровом плане. Лена Сумарк, Фредерик Петерсон. Защита очень рослая, что у одних, что у других. Фредерик Петерсон. Джерри Лонквист. Шаг тут потрогал. Вот еще раз. Холиос. И разбегается по сторонам нападающих. Холиос. Некому было отдавать капитана норвежцев. Съел его капитан шведов. И Лонквист. Близкого расстояния бросает, но не попадает в ворота. Опасно. Контролировал полет шайбы Виктор Фаст. Поднял руку вверх, тем самым сигнализируя партнерам, куда она отскочила. Кен Андреулев. А вот Матис сейчас в площади ворот стоит. Должен обратить на это внимание один из двух арбитров. Францев. Со звоном выбрасывает шайбу Юхан из зоны. Проброс. Добавили в движение норвежцы. Не проигрывают единоборство. Ну и кое-что им стало удаваться в атаке. М stairs. Нюхтые и мисли. Как Hallelujah. В начале репортажа я сказал о том, что в группе «Ц» одна встреча уже завершена. Финляндия выиграла у Германии 5-2. Здорово провел эту встречу финский вундеркинд Элли Толванин. В четырех шайбах из пяти поучаствовал. Ну и сразу же возглавил список лучших бомбардиров олимпийского турнира. Один гол, три ассиста у него. Роймарк. Ландер. Поменял клюшку Антон. Вбрасывание проводилось исключительно по правилам. Рикард Грёнборг. Отпустил бороду. Идет она ему. На чемпионате мира в Минске повздорил он с Олегом Сарком. Но тогда Грёнборг был помощником Перра Мортса. Веселые кореянки. И опять шайба вылетает за пределы площадки. И опять шайба вылетает за пределы площадки. Х我說 что, ни в чём, ни в чём, ни в чём, ни в чём. И они работали за пределы площадки. Лирхольм остановился, перевел шайбу на правый край, Симон Бертельсон, нападающие уже находились под воротами, Линстрюм и Мюллер. Эдегор, Линстрюм на него наседает. Смотрите, как далеко уезжает от синей линии Кронвелл. Он так делает и в своем клубе, в Ярославском локомотиве. Самый результативный защитник клуба. Ну и вообще там цифры сопоставили с лучшими показателями нападающих. Там опять норвежец лежит на льду в центральном секторе. Заметил это Роман Гофман, но этот норвежец уже должен был подняться. Успел там доехать или доползти до скамейки запасных. Холиос! Холген, Мерстабо на ближнего. Но вот пока ближний шайбу принимал, к нему уже со спины подъехал Франция. Вообще шведы не дают норвежцам развернуться. Но норвежцы поняли, что стоя на одном месте не обыграть этих шведов. Не то, что не обыграть, даже не сколько-нибудь не навязать свой хоккей. Но вот добавили в движение норвежцы, и вот хотя бы такие моменты стали возникать. Умар за сидушка отлинутся. Эверберг, безусловно, поборется. Здесь третий норвежец в эпицентре событий наблюдал, чем закончится эта борьба. Ну и без его помощи шайбу выиграли партнеры. Не игры. Не стал вступать в конфронтацию с соперником Ландер. А это столкновение. Линдстрима и Райшенберга. Но опустил голову Райшенберга и не заметил, что в него въезжает Линдстрим. Полезненный удар пропустил норвежец. Стой, 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 наполнись. Тороса. Нет, уйти влево не дал ему Густавсон. И атака шведов. Стольберг. Сюда же приехал Аннелев. Быстрее нападающим бежал защитник. Но понимал, что Стольбергу просто необходима поддержка. Один бы он не справился. Единственное, что мог сделать в той ситуации Стольберг, это бросить поворот. Ну а будет такая небольшая заминка от шведов. Много свободного пространства они дали норвежцам. Они едва этим не воспользовались. Но во втором периоде игра на встречных курсах проходит. Мало позиционных атак. Хотя шведы могли бы попытаться запереть норвежца в своей зоне. И накладывать на одну норвежскую смену несколько своих. Все-таки в момент атаки лавка ближней становится. И большинство мастеровитых команд здорово этим пользуются. В средстве шведы, естественно, норвежцев превосходят. Но норвежцы задорно проводят первую половину второго периода. И норвежцы создают еще один момент для взятия ворот. Забить не забили, большинство заработали. В разгаре матч Норвегия-Швеция на олимпийском хоккейном турнире в Южной Корее. Шведы выигрывают 2-0. И шведы сейчас приступают к розыгрышу очередного своего большинства. Но такое немного странное удаление у норвежцев. Я вообще-то так сказал, что норвежцы большинство зарабатывают для себя. Но на самом деле там потолкался Томми Кристенсен с Юханом Франсеном. Но и судьи посчитали, что излишне активно себя вел 15-й номер норвежской команды. За вот эту излишнюю активность они его и покарали. Хотя перед этим у норвежцев был очень хороший момент для того, чтобы забить. А вот это уже шведский шанс. Была похожая комбинация в первом периоде. Тогда только Уморк делал передачу на Бергстрюма. А сейчас уже Петерсон заряжал Закресом. Фолис не смог помешать, подставить плюшку Закресу на петачке. Ну, шайба не очень сильно была, да, запущена Петерсена. Сделан передачу жестче. И вот это вот подставление было бы гораздо опаснее. Бергстран. Уморк разогнался. Синюю линию преодолел. Перевел шайбу на правый край. Партнер вернул шайбу обратно Уморку. Петерсон. Уморк. Скопление игроков в желтой форме перед чужими воротами. Петерсон. Кстати, вот каждый из своих эпизодов шведы дорабатывают до конца. Уморк. Уморк. Исправил свою оплошку с фонтами. Неплохо комбинируют шведы. Они знают толку в этой игре. Но мы не видим лишних передач. Передач ради передач. Все равно шведы ищут кратчайший путь к чужим воротам. И если возможность для броска, хорошего броска появляется, бросок обязательно следует. И после броска обязательно кто-то идет на добивание. Не просто сражаться с мощными норвежцами на их катачке, но временами шведы пространство для себя выигрывали. И мы можем вспомнить, как родился второй шведский гол в матче. Да, это быстрая атака с ходу. Да, это бросок Бертельсона. Но ведь на добивании здорово сыграл Ланда. В полном составе норвежцы. Шведы это большинство не смогли реализовать. Но проблем норвежцам они создали немало. Но теперь точно будет удаление у шведов. Стали чаще выигрывать единоборство норвежцы у шведов. И вот пошли удаления. Где-то уже и не успевает Рэк Рунор. Не успел опытнейший Йоэль Лонквист. Продолжаем смотреть хоккей из Южной Кореи. Швеция и Норвегия сегодня стартовали на Олимпийских играх. Второй период в самом разгаре. Шведы выигрывают 2-0 обе свои шайбы. Трэк Рунор организовали в первом периоде. Но вообще второй период для них не так легко складывается. Все-таки норвежцы собрались. И норвежцы вот в этом втором периоде перебрасывают шведов. 6-4. И вот сейчас норвежцы постараются разыграть свое второе большинство в матче. В первом периоде забить не смогли. Но там вообще ничего и придумать им не удалось. Но сейчас картина игры поменялась. И норвежцы поверили в свои силы. Заиграли активней. Бросок Матиса Улимпа. Поймал шайбу Виктор Фаст. Прикрыл надежным ближний угол шведский вратарь. Проблемы ему здесь норвежцы не создают. Там Кристенсен был в створе, но он уворачивался. От шайбы уворачивался. От шайбы и шведский защитник. Аннелев и Густавсан. Такая пара защитников у шведов. Нападающие Линхольм и Стольберг. Густавсан. Выжили шведы норвежцев. Шайба из своей зоны. Матис Улимп. Вездесущий форвард. Много времени проводит на площадке. То же самое можно сказать и про Патрика Торресона. Это Кенандре Улимп. Мерстебон. Кенандре Улимп. Бросок. Сейчас уже шведы к своим воротам прижимались. Но вот именно шведский игрок и поймал шайбу на себя. Это Эрик Густавсан. Там шайба, по-моему, ему в руку попала. Больно ему, но Густавсан продолжает находиться на площадке. Так как поменяться возможности не было. Качает головой Ионас Аннелев. И неспроста удаляют его судьи. Вот с такой формулировкой выгоняли норвежцев в самом начале матча. За задержку клюшки соперника. Давайте смотреть, где и как ее держал Аннелев. Но Аннелев здесь успел и Кристенсона одной рукой придержать. А другой рукой он как раз держал клюшку Кена Андре Улимпа в течение 56 секунд. Норвежцы играют в большинстве в формате 5 на 3. Вот в таком соотношении шведы забить не смогли. Причем они играли гораздо больше. У них было полторы минуты на все про все. Тайм-аут от Петера Торресона. Важный момент. Можно зацепиться за результат. Но и тут еще знаете в чем дело? Возможность дать своим лидерам дух перевести. Потому что ну ты не выпустишь сейчас на розыгрыше большинства хоккеистов 3 или 4 звена. А ведь до этого больше минуты на льду провели Улимбы с Патриком Торресом. Ну вот 30 секунд подышали. А вот момент, да, когда шайба в руку попала Эрику Густавсену. Он еще успел шайбу в сторону отбросить. Потряс рукой. Показал нам всем свой язык. Ну больно было Густавсену. Да, ну и конечно Улимбы, Торресон. Как же без них? Холлес здесь же и нерстома. Вот эта пауза была в первую очередь сделана для своих лидеров. Чтобы они отдохнули. Ничего там не рисовал на планшетке. Главные три. И так все ясно. Бросок Холлеса. Этот бросок накрыт. 7 минут 45 секунд остается на игру во втором периоде. На табло итоговые цифры. Стартовые 20 минут. Холлес. Батис Улим. Батис Улим. Грисенсен опять маячит на пятачке. Раздражая своим движением и фаста и кромбаля. Холлес. Перевод. Неплохо. Но вот эту передачу, конечно, надо было точнее выполнять. И вообще можно сказать, что вот этот пас был лишним от Кена Андре Улимбы. По-моему, он тоже согласился с этим утверждением. И вот такой бросок от досады. Он на силу не самый опасный. И здесь тоже все видел. Фаст. Четверо шведов на льду. Батис Улим. Вот уже под острым углом заезжал на этот бросок норвежец. Тут шайба заскакала. Но, кстати, шведы очень здорово смотрятся на своем пятачке. Но даже в меньшинстве они не пять не отдают соперникам. То есть они преуспевают на чужом пятачке, отвоевывая там пространство. Но при этом и свой отстаивают, как только могут. То есть все отскоки за шведов. Ну и практически каждый бросок контролирует Виктор Фаст. То есть своими розыгрышами, движением шайбы, норвежцы не ставят его. И здесь. Видели как, да? Фаст выкатывается на несколько метров вперед и максимально сужает фронт атаки. Подъезжая вплотную к норвежским нападающим и к спинам своих защитников. 2-0. Шведы по-прежнему выигрывают у норвежцев. Второй период близится к своему завершению. Вот такие моменты возникали у ворот Виктора Фаста во время норвежского большинства. Вот как там два защитника набрасываются на Кристенсена. Виктор Фаст прокатился до скамейки запасных. Водички попил. И вернулся к своему станку. Возобновляется игра. Анна Лев. Насел на него норвежец. Кустов Сан. Все. Стримглав. Рванул к скамейке Фаст. Уступая нет с шестому полевому игроку. Хлёсткий бросок Петерсена. Так, что там показывает судья? Еще одно удаление будет. Так, 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 так. Страты накаляются. Но вот так не слабо. Бросил по воротам Петерсон. Пошел первым же на отскок. Сюда же пришел и норвежский хоккеист. Почему там лицо разбили? Так что вот. Похоже, шведы тоже не смогут избежать порицания от судьи. Но сейчас давайте дождемся. Так, ну вот за это удаляют норвежцев. Хотя там тоже Аннелев прихватывал клюшку. Смотрите, что-то понравились сегодня клюшки норвежских хоккеистов. Аннелевы. Но вот тут вообще против Петерсена правила сначала нарушили. Это очевидно. И на это судья отреагировал. Смотрите. Прям вбивал в лед Петерсена. Кристиан Форсберг. Ну, а потом уже и Форсбергу полоснули. Вообще, по идее, два норвежца должны быть удалены. И один швед. Но вот этот вот швед получит... Ой, нет, все. Вот по этому повтору все ясно становится. Падая, падая на лед, коньком в лицо попал Юэль Лункрист. Но Петерсен все равно удален. Ничего не понимаю. Все, Лунквиста удалять не за что. Случайно угодил сопернику коньком в лицо. Правила на Петерса не точно нарушали. Стефан Торресон за подножку. Так. Непонятно, что жалуется Петер Торресон. Вы сами, судьи, запутались в своих решениях. Я, честно признаться, так и не понял, за что удалили Петерсен. Не понимает этого Юэль Лунквист. Тут на правах капитана он подъехал и спрашивает. Так, подождите. Вот титр вообще замечательный. Только что появился Юэля Лунквиста на 4 минуты. Судьи отправляют за опасную игру высоко поднятые клюшки. Да не понимал он там эту клюшку высоко. Он коньком попал в лицо, абсолютно случайно, Кристиану Форсбергу. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите. Вот фол против Петерсена. Дальше. Раз. И коньком при падении попадает в лицо Форсбергу Лунквист. Смотрим. Давайте на клюшку его посмотрим. Где она там у него? Не знаю. С другого повтора хорошо было видно, как ногой попадает в лицо Лунквист. Так, ну, здесь все понятно. Два удаления у норвежцев. Ну, там пока за Кристиана Форсберга кто-то из партнеров отбывает вот эту отсидку. Ну, и Лунквист, конечно, негодует. Ну, как так? Ну, как так? Ну, стучит себя по коньку. Коньком я попал! Господа хорошие, как так? Да, вот удаление последовало, а команда продолжает играть в формате 5 на 5. Решили не урезать состава. Судим. Вот он! Что сделано, то сделано. Меньше пяти минут до второго перерыва. Но перед получать более богатым на события, удалений больше. И норвежцы смогли кое-что предложить соперникам. То есть это уже не игра в одни ворота. Линдхольм прячет шайбу, бросает в дальний угол, не попадает. Но там рядом со штангами шайба просвистела. Викстран. Ох, такой неприятный рикошет для Халгена. Линдстрем. Тоже парень играл в КХЛ. Фансин показывает, что шайба остается в зоне. Последний клуб Линдстрема в Нижегородской торпе. На коротке. Райшенберг. Сейчас слышали его шведы. По броскам сохраняется преимущество норвежцев. Можно сказать, что это преимущество даже растет. 9-5. Ну и общее соотношение 19-11. Стольберг и Мюллер выиграли у норвежских защитников шайбу. Мы благодаря этому успеху шведы смогли расставиться. Закрессант замокнулся, но не напугал норвежца. Бергстрем. Свервиг катит на него Стольберг. Кронвау. Две минуты с копейками до второго перерыва. Период без заброшенных шайб. Но самое главное, что норвежцы сумели изменить характер игры. Шведы тоже особо не усердствовали. Они не ставили перед собой задачу в обязательном порядке еще пару шайб отправить в норвежские ворота. Не получилось, ну и ладно. Забили бы. Было бы очень хорошо. Шведы ведь сохраняют. Добытое преимущество в первом периоде. Проброс. Виктор Фастер. 12 сейвов в сегодняшнем матче. Его визави с двумя бросками не справился. Но там тяжело было выручить. Броски в упор. Без сопротивления. Накрыл Бертельсона бросок Патрика Торресона. Опять там какие-то крики, вопли на льду. Ну, норвежский хоккеист пострадал. Что в порядке? Жить будет. Поднялся на ноги Эдегор. Вернулся в защиту Торреса. Там почти все шведы в своих воротах оказались. Просто некуда было шайбу эту посылать Торреса. Он выехал, посмотрел, а куда бросать. Все перекрыто наглухо. Холес. Ну, это уже и защитник в авангарде норвежской атаки оказался. Такой волной его принесло к воротам Виктора Фаста. Гарри Густавсон. Начинал сезон в составе авангарда, но сейчас защитник Нижнекамского нефтехинга. А, ну тут вот пока смотрел, пока разглядывал там возможную лазейку Патрик Торреса, но не заметил, что шайба у него на мгновение сошла с крюка. И поэтому так просто воздух сотрясал Торрес. Потом понял, что что-то пошло не так. И уже заметил, где шайба. Вот, вот, вот это, да. Агент 007 в очках. Больше охранника напоминает, чем тренера. Может быть, он и охраняет там тренерский штаб. Гренбургу-то периодически угрожают расправой. Защита не лишним будет. 15 секунд, и Сирена. Прилипла к борту. Норвежец пытается ее двигать, а шведы его стопорят, как могут. Гофман наблюдает. Гофман смотрит. Ну, можно было бы уже и свиснуть. Ну, свиснуть уже не успеют, потому что Сирена отправляет команды на второй перерыв. Этот период получился безголевым. Норвежцы смогли собраться, и в этом отрезке норвежцы даже перебросали шведов. Шведы немного отдали инициативу, но норвежцы теми моментами, которые они имели, не воспользовались. А поэтому 2-0 шведы выигрывают. Отдыхаем. Во втором перерыве матча Швеция-Норвегия лучшие моменты прошедших 40 минут. Шведы выигрывают со счетом 2-0. Вот так им удалось счет в матче открыть. Шведы сразу пошли вперед. Создали несколько приличных ситуаций, но забить они смогли на шестой минуте. Теперь Линхольм превратил роскошную передачу Линуса Умарка в роскошный гол. Точно под штангу он шайбу направляет. У Ларса Хаугена, скажем прямо, шансов было немного. На протяжении всего первого периода шведы доминировали и норвежцы вынуждены были только защищаться. За время стартовой 20 минут норвежцы нанесли только один бросок. У шведов было 14 бросков, так что постоянно находилась работа для Ларса Хаугена. Дважды пытался его пробить с близкого расстояния Петерса. Вот это шведское большинство. Самым активным во время этого розыгрыша был Линстремм. Три броска он нанес. Два из них получились неплохими. Конечно, дирижировал розыгрышем Линус Умарк. Ну и вот еще один бросок, который нанес Фредерик Петерсон. И эту шайбу выловил Ларс Хауген. Хорошей позиции он оказался. Эверберг не успел закрыть ему обзор. В воздухе шайбу нащупал Хауген. Ну а это уже концовка первого периода. Эверберг прорывается сквозь заградительные заслоны норвежцев. Пасует на Ландера. Тот красиво. Дальше шайбу переправляет на Симона Бертельсона. Защитнику что здесь оставалось? Только бросать. Он и бросил. Хауген шайбу отбивает перед собой. И тут как тут Антоша. 2-0. Под занавес периода норвежцы получили большинство. Но за эти две минуты ничем интересным они отметиться не смогли. Поэтому команды вот с этими цифрами и ушли на первый перерыв. Второй период норвежцы начали гораздо активнее. Ну и казалось, это вопрос времени. Члены сейчас все вернут на круги своя. Но так только казалось, норвежцы продолжили активничать. Норвежцы продолжили навязывать борьбу. И в этой борьбе они преуспели. То есть никакого игрового преимущества у шведов во второй 20 минутки не было. Больше моментов напротив был у ворот Виктора Фаста. Но вот все эти броски, которые наносили норвежцы, они были предсказуемыми для голкипера. Но и полевые старались, расчищая пространство для своего голкипера. Практически все броски видел Виктор Фаст. Он даже контролировал полет шайбы после того, как она отскакивала. Продолжили команды удаляться и во втором периоде. В общем, случился довольно забавный эпизод, когда норвежцы во время одной смены заработали два удаления. Но во время этой смены удалился и капитан шведов Юэль Лунквист. И, на мой взгляд, судьи в том эпизоде не разобрались. Потому что, да, Юэль Лунквист разбил лицо своему оппоненту. Но разбил он его в абсолютно игровой ситуации. Лунквист уже терял равновесие. Падая, вот так пытался как-то зацепиться за воздух. За воздух не зацепился, а попал коньком в лицо норвежцу Форсбергу. Но вот судьи за это решили удалить шведского капитана на 4 минуты. Ну вот момент шведов в большинстве, когда случилось еще одно подставление после передачи Петерсен на этот раз. И Клюшку подставлял Закресен. Ну, я уже обращал внимание на это, что не очень сильно было запущено Петерсеном. И поэтому после вот этого вот подставления никаких проблем не испытал Ларс Хайбер. Еще одно шведское большинство. Кстати, шведы в первом периоде разыгрывали лишнего в течение полутора минут в формате 5 на 3. У норвежцев такая возможность была во втором периоде. Неудача сыграла Петерсен при приеме, но сам же отработал. Вытянувшись в струнку, он прервал эту передачу. Читаем ему передачу Кена Андре Уллинба. Ну и вот то самое большинство норвежцев в соотношении 5 на 3. И в основном так наваливались на ворота Фаста викинги. Фаст все отбивал. И полевые ему помогали, как только могли. Вот так Фаст не смог шайбу зафиксировать ловушкой. Но дальше уже в происходящее вмешался Лиршин. Ну и конец периода прошел в шведской зоне. Вот еще один бросок был нанесен по воротам Фаста. И с ним он справился. Даже некоторые подборы от сколько стали норвежцев собирать. Ну, в общем-то, кое-какую надежду для своих поклонников норвежцы подарили во второй минутке. Сумеют ли они показать такую же игру в третьем периоде? Большой вопрос. Если сумеют, то не исключено что-то им удастся забить. А так 2-0. Швеция после сорока минуты игры выигрывает у Норвегии. Олимпийский Пхенчхан. Хоккейный турнир Норвегия-Швеция. Сегодня стартовали в нем. Шведы пока выигрывают после двух периодов у норвежцев. 2-0, подтверждая свой фаворитский статус. Смотрим статистику. За второй период, 12-6 по броскам, норвежцы были лучше. Ну и вообще, во втором периоде норвежцы сумели хоть как-то прийти в себя. Потому что в первом периоде как-то больно на них было смотреть. Шведы доминировали, разрывали. А оборону норвежцев в клочья. Если бы не Ларс Хауген, то, может быть, с куда более печальными цифрами на первый перерыв ушли норвежцы. А так все-таки они сохраняют шансы на приемлемый для себя результат. Ну вот вспоминаем вчерашнюю игру России и Словакии. Вспоминаем вчерашнюю игру американцев и словенцев. Две сенсации случилось уже в первый день соревнований. Словакии как раз смогли отыграть Гандикап в два гола. Конечно, уже при полном попустительстве российской команды. Это уже вопрос к ним. Как они так умудрились? Как они это допустили? Что не самый статусный соперник, а многие специалисты вообще считают именно сборную Словакии. Считали сборную Словакии аутсайдером той группы. Но вот этот аутсайдер взял, да, обыграл одного из фаворитов российскую команду. Ну вот такой вот щелчок по носу состоялся. Норвежцы наверняка знают исход двух вчерашних... Шведы знают исход двух вчерашних матчей. И, конечно, вот этот успех в кавычках своих соперников они повторять никак не хотят. Второй период не по сценарию шведов прошел. Особо они там из кожи вон не лезли для того, чтобы добить где-то деморализованного соперника. Нет, они скорее сыграли по счету, но присмотрелись больше к норвежцам. А что они могут? А на что они способны? Ну что, норвежцы способны были прибавить, и они прибавили. Норвежцы способны были навязать борьбу, и они ее навязали. И норвежцы с большим акцентом начали играть на ворота соперника. Поэтому они шведов и перебросали. Но есть еще 20 минут на то, чтобы у норвежцев забить хотя бы одну шайбу в сегодняшнем матче. Ну а у шведов развеять все сомнения относительно исхода данного противостояния. Итак, третий период начинается, тренеры ничего не меняют. То есть у норвежцев третий период начинает равно, как и первый со вторым звеном Матиса. У Лимба, у шведов на первое вбрасывание в периоде вышла тройка Антона Ландера. При поддержке ведущих защитников Анны Лёва и Густавсена. Ландер. Пробрасывает в себе же на ход эту шайбу. Ландер. Вот тут даже сопротивление первого норвежца. Ландер преодолеть не смог. Тут корпус поставил. Попробую его объехать. Вправо пытался прокатиться. Ландер не получилось. Поехал влево. Тот же результат его ждал. А вот уже игроки номинально первого звена у шведов. Толкают спину Линхольма. Не стал церемониться с ним. Торос или Ольсу. Мюллер. Недобрый взгляд. Бросил в сторону линейного Мюллер. Но именно Лайнс помешал пройти шайбой далеко вперед Мюллеру. Многие хоккеисты хорошо друг с другом знакомы. Потому что эти хоккеисты пересекаются в разных чемпионатах. Еще раз скажу, что у сборной Швеции сборная составлена из игроков, выступающих преимущественно в КХЛ и во внутреннем чемпионате. Есть еще представители швейцарского чемпионата. Но у норвежцев немало игроков, которые играют в Швецию. Йоханнессен. Петерсен. Мерстебон. Получает шайбу, бросает. Ну, опять. Там все под контролем шведских игроков. Ну, и тем более, все под контролем еще Виктора Фаста. То есть тут... Два заслона. Надо проходить норвеж. Бросит так, чтобы шайба пролетела мимо полевых. Но бросит так, чтобы не смог поймать эту шайбу Виктор Фаст. Мерстебон. По диагонали. Кристенсен поставил свой мощный корпус. Приехал с ним биться не менее мощный Аннелев. Толкотня за воротами Фаста. Кристенсен. Ну, вот пришло время от шайбы избавляться. Пас на Роймарка. В позиционку встали норвежцы. Ну, это однобок. Они атакуют все читаемо для шведов. Эриксон. Эверберг. Они тут уже пересчитывают позвонки норвежцу. Досталось Бон Саксону. Защитывают второй пары. И опять на него прет Эверберг. Бетерсон. Бон Саксон. Фаст. Бертельсон. Далер. Бетерсон. Ну, вообще игра так успокоилась. Я так смотрю, шведов полностью устраивают эти цифры на табло. Шведы оказались некровожадными. Две шайбы, так две. За объем больше будет хорошо. В таком энергоемком режиме проводят остаток матча у шведов. Тут, если кто и будет возмутителем спокойствия, так это норвежская команда. Но для того, чтобы заставить хоть чуточку нервничать шведов, необходимо забить хотя бы одну шайбу. Ну, и потом мы посмотрим уже на реакцию шведской сборной. Потому что, ну, команда Брюнбурга явно играет с большим запасом прочности. И это скорее не норвежцы свою игру навязали. Нет, они молодцы. Они прибавили по сравнению с первым периодом. С кошмарным первым периодом. В игровом плане. Ну, и шведы. Хватку ослабили. И браться за старые они не собираются. Ну, довольно длинный турнир еще впереди. Два матча в группе. Так что хочется стать первыми. Выйти напрямую в четвертьфинал. Без этих стыковых матчей. Ну, главный матч шведов ждет в последнем туре. Когда они сыграют со сборной Финляндии. Второй соперник у шведов немцы. Завтра уже сыграют. Педегор. Ландар. Ну, и может бежать вперед. Неожиданный промах в передаче. Умарк возвращается назад. Падает. Фаст. Падает. Фаст. Но норвежцы не обратили на это внимание. И правильно сделали. Они отправили шайбу в ворота. Шведы, конечно, начали возмущаться. Как так? Уважаемые арбитры. Там правила были нарушены против нашего вратаря. А вы молчите. Но счет этого изменился. Какая будет реакция тренерского штаба? Норвежцы отпраздновали успех. А мы смотрим, что здесь произошло. Так. Ну, Улимп действительно контактировал с Фастом. Да, Улимп, можно сказать, приехал во вратарскую, потому что он касался вот этого вот голубого сегмента. Ну, а если ты касаешься вот этой даже красной линии, значит, ты находишься в площади ворот. И вообще, по идее, этот гол засчитывать нельзя. Смотрим еще раз. Да, потому что Фаст стоял на медь. Судьи в каком-то заговоре. Вы помните, да, за что удаляли... За что удаляли во втором периоде Юэля Лунквиста. Там несчастный случай произошел. Он коньком разбил лицо Форсбергу. Тут ушел в раздевалку. А судьи там вообще увидели опасную игру высоко поднятой клюшки, которой и в помине не было. Ну, конечно, Фаст тоже хорош, да. От малейшего прикосновения повалился на лед. Но имел право. Виктор Фаст. Счет на дабло изменился. Я, честно, не понимаю, а вот неужели мало было вот этих вот фрагментов для судей, чтобы быстро принять решение относительно предыдущего эпизода. Спокойный Рикард Грюнберг. Не знаю, для интриги было бы интереснее, чтобы счет изменился. Что и требовалось доказать. Пока сухой Виктор Фаст. Но на этом турнире пока ни один из голкиперов не играл на ноль. Все пропускали. Ну и Виктор Фаст в 13 минутах от сухаря. Но времени много еще. Тут же среагировали шведы. Перевели игру к чужим воротам. Понимая, что так дальше игра продолжаться не может. Как бы чего не вышло. Фаст. Морока покинул. Помог защитникам. Вот оно начало атаки. Вот он выход из зоны. Дальше потеря на красной линии. Бон Саксэн. Кен Андреуллин. По левую руку Патрик Торресон. Справа братишка Матис. Сервик. Бон Саксэн. Пас неудобной руки. Неплохо. Здесь, правда, можно было сыграть точнее. Кен Андреуллин. Здоровенный Стафан Кронвелл. Навис на его плечах. Петерсон. Ну, мы видим, да, как шведские защитники часто помогают своим нападающим атаки развивать. Но вот нападающий приходит на выручку по своим защите. Все просто. Все пять человек в атаке. Эти же пять человек работают и на благообороны. Стольберг. Густерсон. Опять Стольберг. Широченную дугу нарисовал и выгрузил шайбу. Туда, на Петерчок. Там пацанин что-то все звенит возле ворот. Воротарь, по-моему, клюшкой коньками задевает периодический каркас. Закреса. Вернулся в КХЛ после недолгой паузы Закреса. Сейчас игрок Сибири. Когда-то с пражским львовом выходил в финал Кубка Гагарина. О-о-о! Ну, вот такой вот бросок Дениса Эверберга. Смачный! Ну, вот это тот счет, который горит на табу. Он написан на спинах обоих голкиперов. Три. Ноль. В пользу сборной Швеции. Давайте посмотрим, как Эверберг эту шайбу вгвоздил. Ба-бах! Страшенный по силе выстрел. А помните, как свою первую шайбу шведы сегодня забили? Да? Точно так же. Один в один. Точь в точь. Галлый Близнец, правда, тогда забивал Пер Линхоль. Со скамейки у запасных выскочил себе человек. В зону приехал, постучал по льду. Уморк это услышал. Пас, бросок, гол. В третьем периоде повторение пройдет. Ну, 3-0 за 11 минут и 12 секунд в завершении третьего периода. Это уже более чем весомая заявка на победу шведской камеры. Пожалуй, открытым остается один вопрос. Каким результатом шведы выиграют эту игру? И помогут ли полевые засушить матч? Васту. Жалко Халдена. Он же ни в чем не виноват. Вот так бывает. Держались, держались норвежцы. А потом в течение короткого времени просто развалились. Два момента, два гола. Психует Халден. Все побросал. Ну, шлем оставил на голове. Свалились вот на борт здесь норвежцы. И Викстранд. Опять был на льду Эверберг. Вообще сегодня такая продуктивная игра для Денниса. Помните, помогал он забить Ландеру. Ведь он ту атаку развивал, потом сам забросил. И здесь закрыл обзор Хаугену. Именно поэтому не смог достойно противостоять этому броску Ланц. Эверберг постарался. Вот за это его и любит Грёнберг. Просто Эверберга надо правильно еще использовать. Вот Скобелко так и не понял, в чем достоинство этого крепкого шведа. В чем-то он и не похож на типичного шведа. Ведь как мы сейчас шведских кистов ассоциируем? Это обязательно технарь. Со светлой головой, с великолепным катанием. Всего этого у Эверберга нет. Есть и посильнее, как есть. Но вот в плане борьбы, в плане рационализма он, правда, хорош. Кстати, Назаров в нефтехимике нашел к нему подход. 4-0. Ну вот шведы в первом своем матче доказали, почему их считают одним из главных фаворитов. Вообще правильнее было бы 6 команд. Относить к претендентам на медали, ну всю топ-6, почему нет? На медали, я говорю. А вот если мы уже говорим там о золотых, то здесь уже, конечно, количество этих сборных сокращается. Тим Йелло, номер 28. Два минуты, мы держим. Показатели Денниса Эверберга в сегодняшнем матче. Один плюс один. Ну и нам графически напомнили тех людей, которые помогли ему забить. Ближайшие две минуты шведы сыграют в меньшинстве. Вернулся в игру Кристиан Форсберг. Видите, как ему тут коньком расквасил нос. Йелло Лонквист не желал зла. Шведский капитан этому норвежскому хоккеисту. Он так получилось. Падал, но и вот так вот коньком попал. Все-таки там судью еще покарали очень жестко шведского капитана. Он не заслуживал такого наказания. Не будем возвращаться к этому эпизоду. Дик Аксельсон удален. И у норвежцев очередная попытка размочить фаста. Но фаста сегодня хорошая. Норостебо. Торресен. Движение вперед. На ворота не пускает. Тут и приходится двигаться. Параллельно воротам. Ландерн. Теснит Торресена. Но этот бородач тоже прекрасно знает, что такое силовая борьба. А ну-ка. Кен Андре Улим. Матис Улим. Ну, сейчас растянули шведскую оборону норвежцы. Ну, и заставили перемещаться от одной штанги к другой фаста. Восемь сорок пять до конца матча. И сорок пять секунд на игру в большинстве норвежцев. Кен Андре Улим. Его бросок. Вот они, норвежские подходы. Здесь было неплохо. Ну, и опять, смотрите, да, в асту обязательно помогает кто-то из полевых игроков. Ох, какая роскошная борода у Торресена. Опа. Такой прием. Тоже безрезультатно, хотя острая. Холюс. Но, наверное, самое интересное Большинство от норвежцев Но они окончательно раскрепостились Вразумев, что Сегодняшнюю встречу уже не вытащили Во втором туре Норвегия сыграет с Финляндией Которая сегодня обыграла Германию Элли Толванен был хорош Ну, Толванен не понять, да? Начал сезон в КХЛ просто великолепно Потом немного подсдулся Все-таки надо понимать Совсем еще юный парень, 18 лет ему Провести ровно всю дистанцию Регулярного чемпионата в 56 матчей Тяжело даже опытным Уже сформировавшимся хоккеистом А тут вот 18-летний юнит И тем не менее, да, обратили на него внимание Тренеры финской команды Съедел он на молодежный чемпионат Там не помог финнам взять награды Хотя финны ехали туда, как одни из фаворитов Сюда они тоже приехали в фаворитском статусе Но вот уже в своем первом матче На Олимпийских играх Толван набрал 4 очка Молодец! Там еще один талант у финнов Это заявка защитник Хельского Вообще трудно делать какие-либо прогнозы Понятно, соревноваться все любят Но действительно вот круг претендентов на победу Он достаточно велик Сборная Швеции Сборная Финляндии Безусловно, российскую команду ни в коем случае со счетов сбрасывать мы не будем Не забываем о Чехах Которые великолепно провели Кубок Первого Канала О Чехах вообще никто не ждал А они такую Фирменную для себя игру показали Не позволяя много создать соперникам у своих ворот И прекрасно используя свои шансы В том числе и при игре в большинстве Чехи всегда этим сильны были Ну и у Чехов очень приличная вратарская бригада Так что Чехов я бы точно не списывал Матч Норвегии-Швеции Постепенно близится к своему завершению Трекорунор выигрывают У Викингов 4-0 Две шайбы в первом периоде Две шайбы в третьем Ну и вот эти две шайбы разделили совсем чуть-чуть Сначала Денис Эверберг Ну а потом Микель Викстрон Линус Умарк Сегодня три ассиста Представляете? Вот так Ну это главная сила Линуса Умарка передач Забить сам тоже может Еще как Но он Сперва высматривает партнера Если нет возможности Сделать на него передачу Тогда уже думает сам Как можно вратаря потревожить? Ну сегодня Раздавал направо и налево Линус Умарк Отмечаемый Дениса Эверберга Который также поучаствовал В трех шайбах из четырех Гол и две передачи Ну вот они претенденты На звание лучшего игрока матча В составе сборной Швеции Но есть еще и Виктор Фаст Который пока не пропустил Но Не так уж и много работы у него было 17 сейв Вообще команды На этом турнире пока не отмечаются С невероятным количеством бросков По чужим воротам Это и российская команда Вчера 22 броска За 60 минут на веса То есть это Вообще нормальное количество бросков За два периода Но никак не за три Тут надо пример брать Женских команд на этом турнире Вот сегодня кстати Роскошная игра На женском турнире Состоялась Канадки и американки сошлись Варитки турнира Ну скорее всего они в финале сойдутся Но подарили праздник Любителям Хоккея Своего хоккея Вот американки не нанесли 40 бросков 40 бросков Проиграли 1-2 Может быть возьмут реванш В финале Ландер Ах Шайба ушла с крюка Как быстро И как удачно поставил корпус Ландер Падает Антон Шведы падают На этом корейском льдо Дика Аксельса Запускает за спину Петерсона Расстрельная передача Паст В третьем периоде По броскам следующего соотношения 6-4 в пользу шведов Ну вот Немного прибавили шведы И все Норвежцы Вот такие прыткие Не такие интересные Не такие изобретательные В атаке Абсолютно лучший период У норвежцев В сегодняшнем матче Был за номером 2 Так, а это что такое? Ааа, смотрите Человека Свитер без фамилий Причем Вышел на лед Кристиан Форсберг Под каким-то вообще непонятным номером 75-м Но там, видимо Свою майку Он так залил кровью Что судьи его Не могли Допустить обратно к игре Потому что там Но страшнейшим образом Был разбит Но вот нашли Свитерок под 75-м номером Вот его примерил на себя Кристиан Форсберг А вообще игровой номер У него 26-й Сегодня В программе Соревновательной На Олимпийских играх Еще две встречи состоятся Уже в группе А Канадцы Сыграют со швейцарцами Сборная Чехии Померяются силами С корейцами Ну понятно кто Фаворит Вот этого матча Матча именно Чехия-Корея Конечно чехи А вот Отдать преимущество В противостоянии Швейцарцев И Канадцев Именно Родоначальникам хоккея Я бы Не решился Вот так сразу У швейцарцев Молодая Бойкая Команда Которая Очень неплохо Выступила на последнем Чемпионате мира То есть Это более сыгранная Команда Канадцы же Вот в этом Своем составе Начали Выступать Только с августа Прошлого года Когда приехали На турнир В Сочи Ну Дажарден Там немало Хэфистов Прокрутил Через Команду Канадцы выступили На двух этапах Гевротура Не очень успешно Скажем прямо Вот свои матчи Они выиграли А вот Командам Которые Превосходили Их в статусе Или даже были Так сопоставимы По уровню Они проиграли С швейцарцами Тоже помучились Но победили Ну и Был Еще такой турнир Как Кубок Шпен Традиционный Для сборной Канады Такой запасной Аэродром Для канадской сборной Они как будто бы чувствовали Что рано или поздно Национальная хоккейная лига Не отпустит хоккеистов На Олимпиаду И чтобы не начинать Формирование состава С чистого листа Вот они этих Европейских канадцев Призывали Под знамена сборная В рамках Кубка Шпен Вот эти вот наработки Возможно и пригодили Из Дежарде Хотя кое-кто Вот это вот Специалисты Считают слабым Турнир покажет Все расставит По своим местам Кто слабый Кто сильный Йон Норман Нападающий Нижегородского торпеда Но А это Петер Торосов Кстати работал Он в системе сборной Но работал он С молодежной командой На три чемпионата мира Он возил Молодежку норвежскую Чемпионат мира 2000 И 2001 годов Потом взял паузу И привез команду На чемпионат мира 2006 Года Но это все Не элитная компания Надо понимать Там один турнир Даже норвежская молодежка Провела в Дивизионе Д Представляете Если мы элитный дивизион Можем считать Дивизионом А То есть вот Который ниже Б С И только потом Д Вот там вот Норвежская молодежка Играла Под началом Петера Торосова Две минуты и девять секунд До конца матча Поздравляем шведов С первой победой На турнире За здравие Они начали Как и финны Никаких сюрпризов Ну и сразу После завершения матча Попрощаемся Поэтому давайте Еще раз друзья Напомню Кто Сегодня забрасывал Шведов На шестой минуте Перлинхольм В автор Результативной передачи Эверберг Пока вот в протоколе Его фамилии мы не видим Потом забил Сам Денис Эверберг Комарк и Францин Ассистенты И потом еще случился Гол за Кэля Викстранда Вот эти две шайбы Шведы уже организовали В третьем периоде Вторая 20 минутка Была безголевой И прошла С небольшим Игровым преимуществом Норвежцы Но они постарались Изменить Хоть как-то Картинную игру Викстран забил После передачи Умарка И Эверберга Умарк, Эверберг И Виктор Фаст Главные претенденты На звание Лучшего игрока В составе сборной Швеции Ну а у норвежцев Кого-то из полевых Отметить сложно Да, были приметные фигуры Те же братья Улимбы Патрик Торосон Кристенсен старался Не знаю Холес Но Лучше всех На мой взгляд Себя проявил Ларс Халгер Несмотря на 4 пропущенные шайки В этих голах Его вины не было Ни в одном из 4 25 секунд до конца Бергстен Так и не успел лечь На боевой курс Хотя бежал хорошо Силу успел сохранить Но не особо-то и набегались Шведы Они здорово вошли в этот матч Завладели инициативой Быстро забили Потом взяли небольшую передышку Во втором периоде В третьем взялись за старой Так на классе Довели дело до победы Но обязаны были Шведы сегодня выигрывать у норвежцев Так же как и обязаны были накануне Обыгрывать словаков Россияне А обыгрывать словенцев Американцы Но не случилось Хотя катастрофы не произошло Ни для тех Ни для других Никакой катастрофы не случилось И для норвежцев Все команды После групповой стадии Выходят во второй этап Просто 4 команды Попадут сразу В четвертьфинал Оставшиеся сборные Сыграют Стыковые матчи Нарушение численного состава Норвежцев Второе За игру Матис Кулик На лавочке Умарк Звучит сирена Сборная Швеции Выиграла в стартовом матче На олимпийском турнире Со счетом 4-0 Поздравляем поклонников Этой сборной С победой Поздравляем Виктора Фаста С первым Сухарем на турнире 17 сейвов он совершил Три ассистентских балла Сегодня набрал Линус Умарк Ну и еще один наш хороший знакомец Деннис Эверберг Был хорош Гол и две передачи Ну что, будем прощаться Друзья, спасибо вам огромное за внимание Коллег, благодарю за работу Владимир Гучик комментировал Пока Субтитры сделал DimaTorzok